Для рязанских спортсменов этот год был богат на победы в самых различных видах спорта. Цифры внушительные. 2021-й принес нашим больше полутора тысяч медалей. И этот результат – прямая заслуга спортивных школ региона. Полноценной подготовкой чемпионам занимаются два центра спортподготовки – 13 дюж, 33 спортшколы и 11 школ Олимпийского резерва. Я хочу всех вас поздравить с этим замечательным днем. Днем, когда мы подводим итоги нашего года, наших достижений. И также строим планы на будущее. Во многом от нас зависит, какой дорогой пойдут наши дети, юноши. Потому что спорт не в малой мере именно формирует правильные привычки, ограждает от различных, ну так скажем, вредных вещей. На сцене театра «Кукол» награждали лучших из лучших спортсменов, которые в этом году внесли значительный вклад в развитие спорта. В их числе Гребец Кирилл Буцких, директор спортшколы «Золотые купола» Юрий Храмов, тренер спортивной школы Олимпийского резерва «Академия единоборств» Татьяна Горшкова и многие другие. С Федеральным министерством спорта Рязань взаимодействует в том числе инфраструктурно. В следующем году намечено возведение сразу трех фоков в Скопинском, Милославском и Сараевском районах. Сейчас губернатором Рязанской области Николаю Викторовичу Любимову поставлена задача перед органами исполнительной и законодательной власти о том, чтобы приложить все усилия для дальнейшего повышения уровня жизни рязанцев. И делается для этого много. Вы победили на серьезных соревнованиях международных, российских соревнованиях. Надо сказать, что главной победой, которую одержали вы, это победа над собой. В этот день сразу 10 спортивных функционеров получили знак губернатора Рязанской области за усердие, а спортсменам достались памятные подарки и призы.